Первое блюдо. Кстати, здесь каждый день новое блюдо. Вот здесь вот есть, видите, макароны по-плоцки. Всем привет! С вами Катя. Сегодня я покажу вам наш отель. Он называется Mega Light Hotel. Находится он в северной части Ничанга. Ну, буквально, если посмотреть налево, туда пройти, там будет море. Находится, кстати, он в 500 метрах от моря. Как было написано в описании, что это первая линия, но 500 метров это не первая линия, это уже где-то вторая или третья линия, я думаю. Но с нашего отеля видно море. Вот сейчас я покажу вам, нужно туда дальше пройти. Это проулок. Вот нужно пройти по этому проулку. Здесь, кстати, будет жилая зона. Дальше. Там, кстати, у нас петухи. Вот, слышите, есть там всякие курицы, петухи. Там видно вот это жилой дом. Сейчас покажу справа. Здесь вот несколько таких жилых домов. Здесь дети играют обычно. Здесь есть типа парковки. Вот и здесь сам отель. Вот так, кстати, он очень красиво выглядит. Здесь проезжают байки, но, в принципе, здесь не очень много людей. Не очень шумно. Здесь есть фантан. Можно посидеть. Здесь в приходе вот сразу ресепшн. Здесь очень классный парень вот этот, который на ресепшне работает. Он говорит по-английски. По-русски он, кстати, не говорит. Вот здесь есть зона для ожидания. Кстати, видимо, можно даже байт поставить. Мы живем на седьмом этаже. Вот у нас номер наш. Попадаем сразу в номер. Он такой небольшой по размеру. Здесь есть небольшой балкон. Ну, как это называется у них балкон? Я бы сказала, это больше окно, наверное. Вот так это выглядит. То есть, как таковой балкон составляет вот столько. Двадцать сантиметров, наверное. Но здесь очень удобно сушить вещи. И здесь есть вид тоже на море, на город. Кстати, здесь находится церковь. И у нас каждую ночь, каждый день, в общем, звонят колокола. Возможно, это сейчас на празднике. Я думаю, что это должно прекратиться. Вот здесь есть одна большая кровать. Шкаф обычный. Ну, то есть, все такое обычное. Все новенькое. Очень комфортно здесь находиться. Постель вся чистая. Каждый день, кстати, тут, ну, я не знаю, либо ее менять каждый день, либо поправляют как-то. Потому что она всегда прям так выглядит очень свежо. В общем, по-новому. Здесь всегда они ложат новые полотенца на пол. Вот такая ванная. Ванная, кстати, тоже очень удобная. В принципе, просторная. Здесь есть вот эти вот перегородки. Очень удобно мыться. Здесь есть вот эти вот шампуни, гель для душа. Мы это все не покупали. Они нам все это дают. Зубную пасту, мыло. Еще в ванной у нас живет такой тритончик. Сейчас я вам покажу его поближе. В общем, приходит он к нам где-то в 3 часа дня. И вот каждый день он здесь вечером. Здесь есть, кстати, вот это большое зеркало. Очень удобно. И вот этот стул мы используем, чтобы, ну, может, компьютер поставить, посидеть. Не очень удобно то, что здесь мало места. Но, в принципе, так сидеть можно. Здесь вот стул есть. Мы поднялись на 8 этаж. У нас здесь есть бассейн. И открытая такая крыша, в общем. Вот как выглядит сам бассейн. Он не такой большой, как мы думали, как на картинке он был. В принципе, купаться можно. И, кстати, здесь я заметила, здесь нет таких очистных каких-то, ну, циркуляций воды, что ли. Но, в принципе, здесь его каждый раз чистят сегодня. Вот мы видели, как его чистили. Вода тут чистая. Мы здесь еще пока ни разу не купались. Здесь слишком близко море. Вот здесь очень красивая панорама. Прямо вот весь город, как на ладони. Здесь, кстати, вот есть зонтик. Если солнце, то можно просто открыть зонтик. Мы здесь сидим иногда. Вот здесь есть столики. И вот такая, кстати, удобная штука. Здесь, кстати, удобно, что здесь солнце не всегда. То есть иногда здесь бывает тенек. И очень удобно здесь посидеть. Здесь вот вид на море. А сверху вот это вот окошко, это у нас там проходят завтраки. Это уже, получается, девятый этаж. Можно сказать, на крыше. И вот там у нас, там и завтракаем. Так, смотрите, что у нас на завтрак. Вот здесь, как обычно, фрукты. Кстати, вот это что-то новенькое. Это что-то типа рисовое тесто какое-то. Блинчики рисовые. Вот здесь ветчина. Здесь вот всегда есть арбузик. И вот всякие еще вот dragon fruit. Вот есть типа зеленый салон. Помидорчики. Это что касается овощей и фруктов. Вот по блюдам. Первое блюдо. Кстати, здесь каждый день новое блюдо. Вот здесь вот есть, видите, макароны по-плоцки. Так, второе. Это курица с овощами. Тоже вкусная. Вот она уже была, кстати, до этого. Вот рис. Кстати, да, рис, по-моему, тоже каждый день. С овощами. Здесь, я думала, это суп, но это не суп. Это похоже, как, ну, в общем, немножко с мясом и с морковкой. Вот. Сегодня у нас какие-то эти, кстати, сладкие штуки. Сладкие бомбушки. Вчера тут было что-то другое. Вчера не было вообще. Так, вот из напитков у нас кофе. Вот кофе и чай. Кофе, кстати, есть у вас сгущенка, как они пьют кофе с сгущенкой. Она всегда здесь. Вот повитло. Вот это повитло я ем. Это похоже соус чили. Соевый соус и сахар. Вот здесь есть вода. И вот это юпи. Вот здесь есть приборы, всякие вилочки, палочки. У вас, кстати, еще штука для хлеба. Кстати, людям очень нравится. И все тут жарят хлеб. Вот. Сегодня только такой обычный хлеб. Обычно здесь есть еще багет. В общем, просто туда запихиваете, и он поджаривается. И внизу выходит. Вот. Кстати, если слышите, здесь голосуют. Здесь люди из Германии присутствуют. Русские добывают. Вот здесь можно пожарить яйцо. Иногда тут лапшу варят. Сейчас покажу, что мы взяли. Вот. Я себе взяла вот это вот. Но это... Не думайте, что это так мало. Я сейчас пойду... Задобавка еще похожа после этого. Вот. Кстати, вот мы пожарили хлеб, который я вам говорила. Вот яйцо заказали. Я всегда беру кофе здесь. Этот отель нам очень понравился. Здесь прям все идеально. Я бы сказала... Ну, в общем, все чисто, комфортно. Здесь очень такой вежливый персонал. Такой, ну, порядочный. Кстати, вот эти вот уборщики, которые приходят, они, ну, очень тоже вежливые. То есть заходят очень аккуратно к вам. Вот. Завтрак шикарный. Также вот как, ну, зона вот эта, где мы сейчас находимся. Очень классно. Здесь можно выйти, именно, ну, посидеть, так отдохнуть. Очень классно именно... Ну, виды такие классные отсюда. Вот. Кстати, мне нравится, что этот отель стоит как бы в отдалении немножко. Он такой, как один отель, да, не серия отелей стоит, а вот один такой... Ну, такой островок, так сказать. Вот. Поэтому он так, ну, закрыт от посторонних глаз. И, ну, мне это нравится. Хотя до моря мы доходим, ну, наверное, минут за пять. Ну, то есть не очень далеко. Вот. Ну, в общем, в целом, все, в общем, нравится. Все идеально. Кстати, ну, из-за того, что здесь включен завтрак в стоимость отеля, то, ну, это экономит бюджет. Мы заметили по опыту, что, в принципе, удобно кушать именно, ну, когда завтрак и есть в отеле. Вот. Кстати, этот номер стоил 1000 юаней на 9 ночей. Ну, то есть примерно 1000 рублей в сутки за ночь. Вот. Поэтому... Ну, в общем, я оставлю ссылку, как обычно, внизу. В общем, пишите ваши комментарии, что для вас важно, когда выбираете отель. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок